Продолжение следует... Такое, чтобы когда ты возьмешь мастихин, а есть что придавить, а нечего. То есть, когда есть что придавить, хорошо. Давай так. Возьмешь мастихин, возьмешь голубой, желтый, получился зеленый. Зеленый у нас кое-где встречается. Прямо вот эту жижицу, смотри, как хорошо входит краска. Хорошо и рябо. Есть там понятие рябо, да? Вот это рябо, не затираешь до мутного, набираешь мастихину, набираешь мастихину. Плюс коричневый, ты видишь, плюс коричневый к этому зеленому замесу. Еще варианты оттенков. Дальше пошла. То есть, сначала мы делаем то, что под, потом то, что надо. Наполняешь сначала то, что под, потом то, что надо. Допустим, рыжевинка придет сверху на подкладку синего и коричневого. Хорошо? Вот накидаешь вот такие цветики. В воде все те же, но по другой траектории. Нашвыряешь, нашвыряешь. И начнешь опускать штрихом раздавливающим вот эту поверхность. Будет эффект отражения. Есть, да, такой эффект отраженности? Вот то, что над водой, оно как бы плотмато. То, что в воде глянцево-стеклянно. Прикольно так? Вот, уложишь. Чуть-чуть с запасом. Голубой ляжет сверху. Ну, вот эти черки голубого ляжут сверху. В общем, нашвыряешь, нашвыряешь вот этих вот цветовых настроений. Потом в картину придут макательные настроения, как я вот здесь ты видела на соседней картинке. Желтый. Розовый. С белильцами. То по-разному. То одни настроения цветовые, то другие. Придут сверху на вот эту мутность, которую ты накидаешь. И будет эффект множества листвой. Прикольно? Давай так. Так, хорошо. Ну, единственное, что увлеклась этими штуками и не довела дело штрихования. Доиграй мутные места. Там есть мутности дальнего плана, такие мелкозернистые. То есть, эта тряпка дала крупное зерно. А нам нужны еще и мелкости. Вон они там. Вот такие розовенькие. Доиграющие. Значит, сначала мутно, а потом сверху на мутно придет вот эта рябушка более крупных макательных. Здесь продолжишь вот эту историку. Тоже поделал. Молодцы. Вот они, вот они, вот они. До низа можешь довести вот таким образом. Поставить на ребро. Пардон. Поставить на ребро. И до низа довести уже пальчиком. Хорошо? Будет мутно и то, что надо. Даже здесь немножечко доведешь малое количество краски. Малое для того, чтобы густая краска с голубизной потом перекрыла вот это. Хорошо? Вот так вот прямо. Возьмешь, попридавишь. Попридавишь вот так. Он уже формируется вкуснятинка, да? В коих каких местах. Малейший звук на вот этой вертикали отражений обозначат идею плоскости. И оно одно за другим. Здесь чуть-чуть подотрем. Подотрем. До сухонькости холста. Подотрем, подотрем. Возьмем белильца. Возьмем чуть-чуть с оранжевильцами. Небо подвержено свету. И плотной красочкой, раздавливая краску, уложишь идею неба. И дораздавишь. У тебя будет внятно сформулированное касание дальних. Вот оно, мутноватая, да? И плотность белого в небе. Посмотри, ну это прямо касание дали, горные, да? К небу. Попробуешь эту историю. Давай. От этой дубиночки сначала дать вот этих настроений. Вот этих настроений. Мастихином вырезая. Вот так. Вот этих стволиков. Почему сразу не черных? Потому что он сразу нарушает что-то. А так, такой призрак рисунка. Предварительное. Вот они. И оно, будучи только резаным, если мы где-то не попали или сделали не очень симпатично, очень легко поправляется. Вот стерка. Поэтому прежде чем мы деревья... И деревья, у нас привычка, что это какие деревья? Коричневые. Ничего подобного. Вон. Вообще непонятного, чудного цвета. Но это против веществ. Все равно. Не надо коричневый. То есть голубой, розовый. В пользу розового, естественно. И плюс коричневый. Пусть лучше так. Хорошо? Позже. Голубой, розовый. Это наш чернявый каркасный цвет. Голубой, розовый стал сиреневым. Плюс коричневый, чернявый. И у нас много вот этой вот каркасиный темной, которую ты вот так вот сяк и бряк нашвыряешь, 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 нашвыряешь. Вот таких настроений. Нашвыряешь. Мастихином, вот так поджав пальцы и работая макушкой мастихина, как ногти, создадут тебе камушечки. То есть прежде чем ты туда красочку положишь, ты сначала выделишь их. Хоть как-то. Хоть что-то. То есть, ты видишь, у нас пошли вырезалочки. Тоже где-то там намек на камушечек различим и еще там где-нибудь сделаешь. Хорошо здесь вполне. Вот на это то и лягут звуки голубого неба. Сухонько, густенько. Вот такие лягут. Они заслонят вот эту отраженность и будут красивенькими. Сухонько. Горизонтальненько. Нарочито горизонтально. Хорошо? Потом возьмешь еще тоненькую и догонишься тоненькими. В этом пространстве слишком много внятного цвета. А там много невнятного. Поэтому еще немножечко погуляешь штрихованием. Пусть вот это одно в другом, запутанность цветовая допроизойдет. Слишком много внятного цвета. Вот такая. Вот такая. Мглистая история. А уже на мглистую историку придут вот эти макания тряпочкой а-ля розочка. Вот так вот придут. То есть на грязцу цвета придет чистый цвет и оно зазвучит. Согласны? То есть не на чистый цвет придет чистый цвет, а на грязцу. цвета придут чистые. Ладно? Давай так. Где ты там чистый желтый увидела? Нету. Нету? Вот это очень неудачное решение зелени. Брать чистый желтый и ему топтать. Удачное решение зелени к желтому добавлять розовизну зеленцу все что угодно только нечистым желтым. Прямо но прям. Ой-ой-ой. Жалко своего. конец моих трудов. Не вижу ни одного вырезанного камня, да и те, которые были съедены. Вот это не пойми что, а вот это камень. Ты согласна? Да. Ты даже не попробовала идею камня. А надо было попробовать. Логично? Угу. Черневый каркас. тоже немножечко пропал мшистый чернявый каркас. Моя-ой. Мана-эй. Да. Мана-эй. Эй. Шахован. Манага. 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 Висячка. Кое-где пропала идея висячки. Вот тоже желтый пошел, а там бы быть розовому. Разбелиному розовому. Желтого побаиваемся, ладно? Причем в этих далях между горами или пригорками часто висит туман. Пусть висит. Ладно, пусть. За тебя отвечу. Так. Значит, тряпочку можно для вот этих прикосновений, которые мы делали, немножечко уменьшить в размерах. Сделать из нее розочку. Сделать розочку из тряпочки. Так, желтый. Да не надо, не надо, выдавливаю. Тут полно. Хорошая порция, действительно. Она весь желтый уже использовала. Нравильно. Не нравился. Офи, это же желтый. Смотри, насколько отличается оранжеватый желтый от желтого лимонного. Лимонным он становится от соприкосновения с голубизной. Поэтому всегда желтому приличен в компанию розовый. Правда, садится сразу вкусность цвета. Вот они выходят и на мутный. Девочки, и свои картинки тоже не забываем. Вон, сколько мы всего в считанные шесть сек накидали. Грязную зелень. Тоже можно такую мшистую, грязноватую зелень поподсунуть. Поподсунуть. Да? Такой ковричек. За шесть сек, да? За шесть сек. Да. Не вижу порисованных вот этих вот звуков. Надо порисовать. И когда порисуешь, тогда с чистой совестью сможешь укладывать по красивым следочкам. То есть, если они будут некрасивыми, то ты их еще и уберешь. Ствол больше вот отсюда торчит. Вот с этой позиции. Поэтому этот закрасишь. Замусолишь, закрасишь. Вот такой. И потом уже сверху по своим следочкам начнешь вынимать темные веточки. Ладно? Давай, давай. Деревца рисуются вот таким образом. Лежачая кисть. Лежачая кисть. Вытягивательная. Иногда стоит чуть-чуть поджижить, чтобы линейка... За кистью надо посмотреть, все ли у нее в порядке, чтобы она не растопыркой укладывала. И, конечно, не случайно. Вот чего они вдруг, эти черви здесь произошли. То есть, это же веточка, а не случайное пятнышко. Ты понимаешь, нет вариантов, где она не высунулась, только там, где она высунулась. А надо, чтобы были и варианты, где она имеет основание. А то получается совершенно случайные, все. 즈. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Значит, повытягиваешь хорошо, а не червячков, и лежачая кисть. Когда у тебя кисть раздавлена, берешь немного вещества и тянешь, 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 и у тебя получается веточка. Стволики слишком зеленые. Стволам хорошо бы и красноту, и синеву, и коричневизну, чтобы они не были ни с того, ни с сего зелеными. Тоже все-таки какое-то должно быть основание у них, а то они сильно все перекрыты собственными листьями. Задача достаточно квалифицированная, но попробуй. Если получится вот такая укладка, хорошо. То есть, подбираю немалую густоту и макательно, черкательно, и, видишь, захожу как бы оттуда. Вот этим листиком дадим близкое к нам присутствие, даже иногда аж вот с такой густотой. Видишь, они прямо здесь. Эти же листики, по идее, должны плавать и в воде. Ну и не только плавать, но и отражаться. Вот кое-где вот эта оранжевизна, пускай поотражается. Все-таки ее туда загнать, загнать. Согласна, да? И еще загнать где-то. И еще. Мерцание красочки. Теперь можно было бы еще и... Там этого нет, но это красиво, когда плавают на воде листья. В том числе подтопленные уже не такие светлые. Это прикольно? Вот такое плаванье листьев. Сразу понятно становится, что это вода. Все очень ровное, как стол. Вот они собрались в стоечки. Там вдали чуть-чуть собрались в стоечки. Но уже не такие рыженькие, потому что толщина воздуха скрывает эту... Вкусненько? И... Чирки вот такого характера дополнят идею воды. Плюс вот эти чирки, которые ты еще не доделывала. Возьмешь в том числе вот такую кисточку. Возьмешь голубиночку. Белинку. Чуть-чуть поджижешь. И деликатно подчиркаешь еще. Чуть-чуть сверху по поцарапанностям. Чуть-чуть. Не забивая полностью поцарапанность, а просто дополняя царапочку, дать вещество красочке. Ты видишь? Звучательно. Звучит, да? Это не я. Но звучит. Но вижу. А ну, где картиночка? Ага. Ну, нормальненько там и сям, нормальненько. Ничего, веточки. Хотя можно было, конечно, и по-выразительному. Давай хотя бы чуть-чуть, хоть что-то там сделаем возглавляющей. Согласны, да? Чтоб оно чуть возглавило, чуть вышло на передний план. Так, и вот тех ребят задних. Чуть листиками тоже перекроем. Вот, не станем делать с этой стороны этого конкурента такой густоте. А вдали и вовсе. Понятно, почему мы там не делаем конкурента этой густоте. Да, чтобы оно осталось там. Но даже и здесь не станем повторять. Хотя там есть листья переднего план. Пусть вот здесь это будет. Прикольный зеленый там подсел. Ой. Иногда аж вот такую кляксу краски можно подсунуть. Да, тут у нас это дерево богатое на краску. Все цвета. Да. Все цвета. Немножко рифмой этой густоте и здесь тоже. То есть это не конкурент, потому что это все-таки в целом. А это был бы уже конкурент. Ну, прикольненько, да? Очень. Понравилось? Понравилось? Да? Да. Стеклянный характер отражения, перерубленность. Все готово. Красотеньки. Ну, а здесь можно чуть удачнее, чуть менее удачнее. Если вот это есть и вот это, все это должно приложиться.